Продолжение следует... 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 И часу, и настрою. Но скидки на возраст никто не делал. Дети, вспоминает двоюродная сестра, помогали родителям и в поле, и по дому. И маме всегда помогали. И в хате прибирать. И если она на работе, и есть, и сварить. Ну, всю возможную работу он выполнил, когда мама была на поле. Он делал, и мы сказали, и женскую, и человечную работу. Ну, не цура все. Семья Сабадан была очень набожной. Старенькая Евангелие всегда лежала на столе. Еще в доме было очень много икон. Вот это, например, осталось со времен венчания родителей будущего митрополита. Вокруг лика Девы Марии, мамин свадебный венок. И все, что я помню, у меня, кажется, все было даже с раннего детинства. Это мамина молитва. Когда я с мамой не спал, мама хрестила и молилась, просящая нам, детям своим, для получения и здоровья. Так я и помню. Преображенский Головчинецкий монастырь. Одна из древнейших православных обителей Украины. Главный храм был построен еще в середине 16 века. Рядом с ним чудодейственный источник святого Ануфрия. На монастырские купола в свои краткие приезда на родину блаженнейший мог смотреть часами. Вот так стоял собі руками обома. Когда он приезжает, наш блаженнейший, он проходит от дома своим садом, и приходит к ворит, и стоит, и смотрит, что сонечко уже сошло. И он смотрит, где он ходил, где он проходил, какие свои места, это его город. Это место было, пожалуй, самым дорогим для него. В детстве он запомнил монастырь ярким и цветущим, в юности практически разрушенным. А спустя десятилетия вновь увидел его восставшим из руин. И смотрел больше на монастырь. И просил нас, чтобы люди на городах своих не садили высокого чого-то. Ну, кукурузу, чи там сияти, что-то такое высокое. Бо, как я приеду, я подойду до ворит, я не буду видеть монастыря. Именно в этом монастыре и окрестили пятилетнего Витю Сабадана. Когда обряд был завершен, одна из монахинь, слепая Архиелая, подошла к мальчику, чтобы сказать что-то важное. Это было не единственное пророчество в жизни маленького Вити Сабадана. Подростком мама привезла его в Чернигов, где в то время жил старец Лаврентий, позже причисленный к лику святых. Много лет спустя, освящая дом-музей святого Лаврентия Черниговского, блаженнейший Владимир вспомнил о той встрече. Блаженнейший Владимир вспомнил о той встрече. И он, особенно, с особливою теплотою, поднесся до меня, сказал мне дешево относительно моего личности в жизни и в будущем строю. И старец почелла разговаривать, и я не просил, ни никаких вопросов не ставил. Виктор Сабадан был прилежным советским школьником. Больше всего на свете любил читать. Владимир Добровольский с будущим митрополитом сидел за одной партой. Говорит, любимыми предметами Вити были история и иностранные языки. Ну, у нас там была немецкая мова, англійськая мова и французская, до речи, была тоже мова. Я завидовал таким, как Виктор Сабадан, как он мог запоминать столько слов, которые один с одним не связаны. Ну, вот я никак, я им завидовал, действительно. Скажемо, виходит, отвечает, там, прекрасно. Твори пишут, прекрасно. Вот так, диктанты пишут, прекрасно. Ви цього в нього ничего не заберешь. Действительно, це таке було. С аттестатом, в котором были одні пятерки и с прекрасной характеристикой, Витя Сабадан мог бы поступить в любой вуз СССР. Но он, не раздумывая, подал документы в семинарию. Ви не хотів нікуди, тільки хотів в церкву. Його не допускали, казали, куди хочеш, підеш. Куди хочеш поступиш, тільки не нам попав. А він сказав, ні, наче, вбейте мене, ну, я в церкві буду, і все. В 54-м году духовные семинарии і академії в Союзі були, а вот только будучих священников считали едва ли не предателями Родини. Абитуриентам Одесской семинарии, як і других духовних учебних заведень, приходилось нелегко. Сказали, що ночевать негде, все до ремонта, приїжджай, синок, в августі місяці на вступительні екзамени. Документы я здав, тому що вже знав премудрости, наслышався, що з документами проїсходи манипуляції, чи вони не доходять, чи їх задерживають. Я переночевав на вокзалі ночі, пошел пеший к морю. Як-то сразу в душу вошел этот город, множество храмів. А я пошел в Единский собор. Кроме одной свящниці, нікого ще не було в храмі. Я ставлю в образу Божої Матери, молился. Кто-то мене легко взял за спину. Молись, молись, синок, все буде тебе хорошо. І дала мене какой-то маленький подарок, завернутое что-то в бумагу. Я сразу даже не стал смотреть, женщина исчезла. Потом я развернув, посмотрел, это был медаленчик золотой с изображением иконы Божьей Матери. Я кинулся, надо же поблагодарить женщину. Но її вже не було нигде. Как только Виктор Сабодан подав документы в Одесскую духовную семинарию, в Марковцях разразился грандиозный скандал. Комсомолец-отличник. І вдруг в семинарии. Всполошилось районное і даже обласне начальство. Сначала Виктора просто отговаривали. Затем пытались запугать, ну і, наконец, устроить своего рода подкуп. Вони могли б сприяти такому, щоб він в любий вищий навчальний заклад міг поступити. Але цього не пішло. Він не згодився. Юный Виктор был уверен, у него нет другого пути, кроме служения Богу. Вот, что он написал в первом сочинении в Одесской семинарии на тему «Почему я хочу здесь учиться». «Когда льют колокол, в расплавленную массу добавляют серебро – благородный металл. Чем больше будет этого металла, тем мелодичнее будет звон. Я хочу, чтобы звуки моей души были ясными и гармоничными. Для этого мне нужно позаботиться о благородном металле. Этот благородный металл я надеюсь приобрести в духовной семинарии. Вот, что влекло меня сюда. Мечты мои и желания направлены на то, чтобы, окончив духовную семинарию с помощью Божьей, стать на Ниве Христовой управителем самых сложных механизмов на земле – человеческих душ. Родные, да и многие односельчане Виктора Сабадана были уверены – он станет священником, но не монахом, а, возможно, даже вернется в родные места, чтобы служить в местной церкви. Была у него в Марковцах и любимая девушка – Нина, яркая, умная, красивая. У Белоромашка есть такая песня? Я только вам скажу, что эта песня написана про девчину из нашего села. Звали ее Нина. Это действительно так. Нежная, лиричная песня. О любви одной и единственной на всю жизнь. Мало кто знает, что слова к ней написал молодой Виктор Сабадан. Посвятил он их своей девушке. Я любовь, я нарву света в луке, Среди них ромашки нет, Я ее одну сорву, И в своей руки прижму. Что дальше было, я не буду сказать. Суть в том, что... Вот я сейчас анализую, что мы с женой сидим, и так разговоры ведем один между одним. Как так могло остаться, что эта Нина вышла замуж за другого? Вот как могло остаться? Решение принять монашеский постриг стало неожиданностью для всех друзей и даже для родителей юного Виктора. Путь в монашество будущего митрополита начался в буквальном смысле слова с благословения святого, кукши Одесского. Еще при жизни к старцу относились с особым почитанием. Именно кукша, позже канонизированный православной церковью, постриг будущего предстоятеля в монахе с именем Владимир в честь святого равноапостольного князя Крестителя Руси. Кукши тогда был духовником и духовных школ, и монастыря, и духовенства в большинстве своей. Он цикавился богатыми речами и просил заходить в любые часы, чтобы мать могла жить посвятить. Это был старец скромный, святый, он предпорядковался в воле Божьей. Это был великий молитвовник, скромный, как все святые люди. Я дорожу тем, что кукша стал святым, преподобным, а он меня принял в монашисти. Именно тогда, в начале 60-х, состоялось знакомство будущего митрополита Киевского и всея Украины Владимира и будущего патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Сначала заочное. Мой папа, покойный протерей Михаил, посещал Одессу в качестве паломника. Это было в начале 60-х годов, и тогда он познакомился с молодым, еще и романахом Владимиром, который потом стал архимандритом. И, приехав в тогдашний Ленинград, делился своими впечатлениями и рассказывал об этом замечательном молодом человеке, как он сказал. Ну, а потом, когда я поступил в семинарию, это было в 65-м году, мы уже познакомились с тогдашним архимандритом Владимиром. И как-то, несмотря на все-таки некоторую разницу в возрасте, но на несомненную близость по взглядам, убеждениям, по восприятию жизни, нашли очень быстрый общий язык. И вот тогда установились отношения, которые я сейчас могу характеризовать как дружеские отношения. Это была дружба. Одесса стала свидетелем становления Владимира как служителя церкви. Здесь он стал священником, преподавателем, а потом, в 30 лет, и ректором одесской семинарии. Был такой случай с Хрущевым, когда была выставка, и он был на этой выставке, там была фотография священника. И он, показывая пальцем, что в 80-м году священство будет покончено. И есть версия, что он как раз показал на фотографии блаженнейшего митрополита Владимира. То есть там какое-то было событие, где он попал в архивы камер. Но ведь на самом-то деле все было по-другому. Где эти слова Хрущева, где этот коммунизм обещанный, а церковь осталась. В 1966-м архимандрит Владимир назначен заместителем начальника русской духовной миссии в Иерусалиме. А вскоре он получает сан епископа Звенигородского, викария Московской епархии, и отправляется в Женеву в качестве представителя Русской Православной Церкви при Всемирном Совете Церквей. В светской дипломатии этой должности соответствует посол страны в Организации Объединенных Наций. Он был же экзархом Западной Европы, поэтому большие связи. Он рассказывал, как, если я не ошибаюсь, с королем Греции, он молодой был бы, и удивился, почему такой молодой епископ на встрече с ним. То есть, ну, а Поваженнейший удивился, почему такой молодой король с ним. То есть, и так далее. То есть, вот эта королева Беатрик, сейчас она принцесса, уже отреклась от стола, она была в близких отношениях с Поваженнейшим, потому что она опекала там православные общины в Нидерландах, это голландская королева. Был у Владимира в Швейцарии и свой приход. Храм Рождества Пресвятой Богородицы, один из двух православных храмов Женевы. Митрополит Владимир был его первым настоятелем. Когда пришло время вернуться на родину, приход наследовал будущий патриарх Кирилл. У нас была общая паства, и вот по тому приходу, я вспоминаю, это было очень сложное время, время холодной войны, и тогда люди вообще боялись ходить в приходы московского патриархата, но по тому приходу я почувствовал весь пастерский талант Владимира. Он сумел объединить вокруг этого прихода представителей старой эмиграции, которые, забыв всякий страх и всякий дискомфорт, который был связан с контактами, с представителями нашей церкви, стали посещать церковь и стали постоянными прихожанами. Жизненные пути будущего патриарха московского и будущего митрополита киевского на протяжении десятилетий будут пересекаться еще не раз. В 70-х они оба возглавят высшее духовное учебное заведение. Ведь мы долгое время были ректорами. Он в Московской духовной академии, я в Санкт-Петербургской духовной академии. Я, конечно, делился с ним своими мыслями о необходимости реформировать систему богословского образования. И всегда в нем находил поддержку этих мыслей. Митрополит Владимир был ректором Московской духовной академии и семинарии 9 лет. Среди преподавателей, которые его очень хорошо знали и уважали, и любили, они считали, что этот период был лучшим периодом расцвета в современной истории Московской духовной академии. Кабинет ректора был навсегда открытый, и каждый, кто заходил, Владыка благословить, заходил, рассказывал, какие у тебя проблемы. Вечером пришел какой-то студент, который нарушил эту дисциплину, распорядок. Он должен был прийти к 11 часам и уже лезть спать. Там как в военное училище. Он пришел где-то там за полночь. Он пришел, он попал на блаженщик, тот гулял по улице, а я попал на него. И блаженщик влял и говорит, иди, чтобы тебя инспектор не видел, иди через мои покои, провел его и отпустил его в комнату. И никому ничего, не говори никому ничего, я никому не скажу. И это, знаете, это принесло большую пользу этому правонарушителю порядка, чем если бы мы дали какое-то взыскание. Он уже больше не нарушал дисциплину, видя эту любую. 88-й год. На волне перестройки впервые в СССР торжественное собрание в честь тысячелетия крещения Руси транслируют по центральному телевидению. После долгих десятилетий официального государственного атеизма это называют вторым крещением Руси. В то время митрополит Владимир один из главных иерархов русской православной церкви. Он управляющий делами московской патриархии. Владыка становится одним из первых священнослужителей, выступающих на телевидении. Весьма знаменательно, что подготовка к празднованию тысячелетия крещения Руси совпала с глубокими изменениями в советском обществе и государстве. Мы все являемся свидетелями того, какое позитивное влияние они оказывают на положение церкви в нашей стране. Рубеж 90-х годов это окончание советского государства, которое исповедовало атеистическую идеологию. И начало 90-х годов это желание людей вернуться к своей подлинной вере, вере своих отцов. И вот как раз на этом желании вот этот период этого ожидания Господь привел блаженнейшего управлять Украинской Православной Церковью. В 1990-м году Архиерейский Собор Русской Православной Церкви своим решением дарует Украинской Православной Церкви независимость и самостоятельность в управлении. Несмотря на это после развала СССР произошло событие, которое православные верующие до сих пор вспоминают с болью. Раскол. Киевский митрополит Филарет требует полного отделения Украинской Церкви. Большая часть духовенства и верующих воспротивилась расколу. Филарет не устраивал нас тем, что он хотел стать патриархом. Сначала он хотел быть патриархом всей Руси. и когда его не избрали там, он захотел стать патриархом на Украине. вот. И ну понимаете образ жизни человека он не соответствовал тому желанию, которое было у него. Но мы люди церковные знают то, что он построит церковь под себя. И мы поняли, что с таким человеком мы не можем идти вместе. И мы его оставили на суд Божий, а сами избрали себя предстоят тем человеком, который себя подстраивал под церковь. Все мы переживали этот разков в Украине. Звичайно, эта политическая в государстве независимой Украине вызвала певные сувы и в сведомости украинской церкви. Это процесс болючий и по этому день он не заляковывается. Но приход митрополита Владимира на кафедру Киевскую все-таки это был оптимальный вариант для того, чтобы врятовать украинское православие. И его терпение, его смирение, его авторитет в всесвятном православии допомогли нам выстоять в эти нелегкие часы. Церковный вопрос накалился до максимального уровня. Но духовенство было непреклонно. Церковь это институт Божий и управляется он Богом и многовековыми канонами. В 1992 году решением Харьковского собора предстоятелем Украинской православной церкви был избран митрополит Владимир. Церковь основана Богом и она главой церкви является Христос. И то те принципы на которых церковь существует они вечные. Потому что слово Божие это не человеческие слова Божие слова они вечные. И церковь видоизменять нельзя по своей сути. А пошли попытки изменить церковь подстраивать под отдельные личности. И мы группа епископов которые это понимали глубоко мы собрались в Харькове избрали митрополитом Киевским всей Украины Владимира Боженнейшего Владимира Сабадана. Я считаю что это достойная кандидатура которая была избрана на Харьковском соборе. Это иерарх с большим опытом архипастерского служения и я молитвенно желал ему помощи Божией вступить в управление церковью. Действительно его церковь ждала. Я хорошо помню все то что происходило в 92 году. Это была действительно некая катастрофа. Огромная опасность над нашей церковью нависла. Опасность не просто раскола который уже был фактом но опасность расширения этого раскола. и нужно было противопоставить вот этой опасности личность которая способна была бы сплотить вокруг себя людей которая бы пользовалась непререкаемым авторитетом за который бы пошли люди. И когда был поставлен вопрос о том а кто же может в этих трудных условиях возглавить украинскую церковь стать киевским митрополитом ни у кого даже не было и мысли что это может сделать кто-то кроме владыки Владимира. Он был избран как мы знаем единогласно но затем состоялось его триумфальное восшествие в Киев когда тысячи людей его встречали. Боженнейший жил переживал молился и говорили что поскольку от нас людей сейчас очень мало зависит мы должны надеяться на Бога чтобы Господь указал тот путь который нас приведет к единству но это должен быть обязательно путь церковный это должен быть обязательно путь канонический чтобы не было политической целосообразности чтобы не было каких-то амбиций потому что церковь это дом Божий это то место где люди спасают свою вечную душу но чего стоило блаженнейшему митрополиту Владимиру удержать ситуацию появилась личность с которой очень трудно состязаться причем если мы вот говорим об этих сильных сторонах характера Владыки то при этом нужно сказать что у него не было никакой показной силы он никогда не повышал голоса он никогда ни на кого не кричал он никогда не стучал кулаками он никогда не говорил каких-то злых слов которые не подобает говорить священнослужителю в его выступлениях никогда не было агрессии именно поэтому у него было очень много друзей в том числе и людей которые уважали и ценили его но не принадлежали к нашей церкви вот этот опять-таки пасторский талант говорить правду никогда не идти на компромиссы за которыми предательство кроется и одновременно быть человеком убедительным и для одних и для других вот таким был владыков Владимир он был человеком просто очень хорошим человеком он имел много таких дарований от бога которые делали его делали его таким ну и понятным для людей и люди он терпел людей любил людей и люди отвечали ему взаимной любовь и они ему верили ему поверили что он правильный человек и они пошли за ним поэтому митрополит Владимир удивительным образом сочетал в себе талант великого дипломата и величие церковного иерарха с монашеской скромностью мало кто узнавал в гулявшем по лаврскому саду смиренном человеке в монашеском одеянии главу украинской православной церкви блаженнейший никогда не имел охраны вокруг его корпуса где он жил никогда не было закрытой территории по ней до сих пор могут гулять люди блаженнейший всегда каждый день когда был в лавре гулял по территории лавры и любой человек мог с ним подойти взять благословение что-то спросить вот здесь сад где блаженнейший любил гулять очень часто а с левой стороны это резиденция представителя украинской православной церкви здесь в этом здании блаженнейший прожил 14 лет блаженнейший был по-отечески добр даже с теми кто не очень хорошо представлял как следует вести себя со священнослужителем вот он гулял вокруг своей резиденции вокруг 70-го корпуса это было какой-то пасхальный период там может быть второй или третий день Пасхи он утром вышел на прогулку и кто-то из людей видимо всю ночь праздновал пасхальное торжество вот так с горки оттуда посмотрел что гуляет вот священник такой старец подрясники он ему говорит ты поп эй ты поп он говорит да поп ну тогда Христос воскрес ну тогда воистину воскрес это здание знакомо каждому кто хоть раз бывал в Киево-Печерской лавре 70-й корпус здесь жил и работал митрополит Владимир он здесь жил постоянно вот здесь его и рабочий кабинет и приемный зал поэтому сюда всегда приходили к нему люди начиная от президента нашей страны и заканчивая самыми прихожанами верующими теми людьми которые хотели попасть на прием митрополиту пообщаться с блаженнейшим мог абсолютно каждый без предварительных записей владыка не отказывал никому скажу по себе я обычный музыкант если я приходил либо была нужда потревожить владыку получить совет а может и благословение на какие-то действия всегда в корпусе сидел обычный дежурный как правило это служащий кто-то из учеников нашей духовной семинарии в обычном порядке приходишь подождать немножко пока освободиться то есть в большом доступе человек в церкви кімната відпочинку когда приходят гости с которым блаженнейшим хочет беседовать тут есть такой маленький столик на котором находится все сухарики могут быть горючки изюм конфетки тут блаженнейшим можно запропоновать выпить маленькую вот рюмочку коньячка или рогу хочу еще обратить внимание что на женщину портрет с одной стороны его правда он так чуть-чуть схован за двери и портрет мамы которую он очень дорогой очень сильно любит при которой любит и всегда вспоминаться такими знаете теплотой что мне кажется что мы все просто учимся от него любить своих батьков любить своих матерей ну и мы стараемся завжди что бля портрета мамы стояли живые квиты в этих стенах за 22 года побывали десятки тысяч посетителей это резиденция митрополита Киевского и всея Украины эти двери были всегда открыты для всех кто хотел попросить у блаженнейшего совета и благословения я я для себя определил что я точно не могу вспомнить вот столько лет будучи рядом он обращался на ты или на вы если он говорил ты то это было как вы если он говорил вы то это звучало как ты то есть он был и просто одновременно и ты прекрасно понимал то расстояние которое между нами и это было не искусственным а как бы внутренним состоянием человека то есть такая простота одновременно и глубина то есть вот я думаю в этом весь блаженнейший здесь владыка прожил 14 лет в последние годы блаженнейший бывал в этой резиденции все реже много времени проводил в больнице о том что митрополит болен украинцы знали и горячо молились за любимого пастыря просили у бога здоровья для блаженнейшего это родной дом митрополита в Марковцах его год назад передали монастырю под скит много раз дом предлагали перестроить сделать современный ремонт купить хорошую мебель или хотя бы поклеить обои блаженнейший был против говорил мне ничего не нужно пусть все останется как было при родителях блаженнейший он любил простоту и вот стены у него были потому что картура не глина и побили вапной каждый рек мы говорим ваше власть может поклеить ничего так как воздух есть чем дыхать не надо ничего менять так как было все он все так обезет на питочку понюхает подивится на нее понюхает и пригорнет эту розу до себе это очень его любимая мамина роза носить таки дальние руки он ушел когда зацвели его любимые цветы розы и ромашки за родным домом митрополита долгие годы присматривала его соседка Мелания работа несложная здесь все очень скромно всего лишь этот дворик досад хоть владыка бывал тут в последнее время и не часто односельчане всегда чувствовали будто он рядом нам его не хватает и мы не можем теперь все от двора привыкнуть мы не можем я зайду я не могу я все сказала владыка вы едете все едете а я остаюсь я не могу зараз дверь зайти верить не может зайти начало 2009 года один из последних запомнившихся визитов блаженнейшего владимира в москву поместный собор русской православной церкви и избрание нового патриарха московского и всея руси во имя аминь в соответствии нормами трепетной трепетной потому потому что в этом вопросе сфокусировалась вся предстоящая ответственность которая ложится на патриарх этот ведь вопрос не просто как бы протокольный это некое обязательство которое патриарх принимает на себя он не отказывается от служения значит он принимает на себя крест со всеми вытекающими последствиями а вот крест нести патриарх один не может ему должен в этом крестоношении помогать и епископат и клир и весь верующий народ своими молитвами так вот владыка владимир был одним из тем из тех может быть в большей даже степени чем кто-либо другой который помогал мне нести этот крест в последние годы митрополит переживал много физических страданий все кто знал его удивлялись как много в блаженнейшем владимире смирения и любви в нем много чего может поражать но если сказать одним словом это была абсолютная доброта ко всем вокруг него было много людей разных кто-то и каждый со своими какими-то да целями задачами вопросами и так далее но у него для всех находилось доброе слово и это обезоруживало даже тех кто может быть приходил не совсем хорошими мыслями но вот эта абсолютная доброта она просто обезоруживает поэтому вот этому тоже наверное стоит поучиться в 2011 в 2011 году блаженнейший в тяжелом состоянии попал в больницу никто не рисковал делать прогнозы когда владыка вернется в свою резиденцию просто молились на фоне общего диагноза болезни паркинсона у митрополита развелось и заболевание сердца за несколько месяцев до смерти врачи вынесли митрополиту владимиру еще один приговор онкология четвертой степени несколько раз вся церковь уже готовилась проводить его в последний путь несколько раз он переживал клиническую смерть его буквально возвращали с того света но удивительным образом Господь хранил его и Господь вопреки медицинским факторам вопреки какой-то человеческой очевидности продлевал его жизнь хотя конечно в последние годы блаженнейший очень страдал от своей болезни от того что он не может полноценно функционировать от того что его тело его не слушается при этом до последних месяцев он сохранял ясный ум было несколько критических моментов когда мы как врачи уже понимали что все это конец вот вот сегодня уже или завтра максимум будет конец и каким-то абсолютно чудесным образом пациент восстанавливался выходил из кризиса его состояние улучшалось и это длилось еще несколько недель потом опять кризис и мы опять думали что это опять все и даже вот уже начинали обзванивать и говорить что мы не справляемся к завтрашнему дню скорее всего все закончится и и опять восстанавливается вот вот это было для нас каким-то небольшим таким чудом и может быть мистикой я не знаю какими да каким-то может быть божьим промыслом может быть молитвами тысяч людей которые в это время молились за него последние месяцы владыка был прикован к постели он практически не мог разговаривать но даже в таком состоянии хотел знать чем и как живет церковь это был человек который любил жизнь любил бога любил людей и вся его жизнь является свидетельством к тому поэтому несомненно я и даже не сомневаюсь в том что он был счастливым человеком каждому из нас кто приходил в больницу хотелось как-то помочь ему и потому что ну каждый понимал каждый человек в жизни которого он сыграл очень важную роль мы понимали что такого совета как он даст и такой поддержки как он от него можно ожидать мы больше не будем иметь возможности получить поэтому вот наверное каждому хотелось хоть как-то облегчить вот эти болезни страдания перед самой кончиной митрополита его сестре приснился сон будто блаженнейший снова приехал в свои родные марковцы полный сил он гулял по саду любовался монастырем благословлял односельчан мне вот снецяш он приехал и все ну все так рады с него застричают все берут благословения ну я думаю да всех пропущу я взгляжу в кем же в кинце и говорю владыченька может вам что-то треба он говорит я хочу водички с нашей икрынецей и говорит мне небо пахнет нашу икрынецей и я десь бежу шукаю бутылку и проснулась тысячи мирян шли прощаться с блаженнейшим люди несли ему розы и ромашки любимые цветы митрополита дорогу усыпали лепестками в последний путь блаженнейшего провожали в день великого праздника рождества святого пророка предтечи и крестителя иоанна вот он часто прогуливался здесь по территории оттуда с резиденции приходил к этому академическому храму здесь по кладбищу гулял и многим людям он даже таки ребятам которые возле него помогали кудякам он говорил вот здесь мне на этом кладбище надо похоронить владыку предали земле на старом монастырском кладбище около колокольных храма рождества пресвятой богородицы в киево-печерской лавре такова была предсмертная воля митрополита он очень твердо стоял на канонической позиции владыка предавал очень большое значение тому статусу который сейчас имеет украинская православная церковь это самоуправляемая церковь с правами самой широкой автономии практически приближающейся к автокефальным правам мы много с ним на эту тему беседовали и в 92 году и позже говорили о том что он говорил о том что этот статус поможет и сохранить каноническое православие и укрепить веру православную в украинском народе владыка переступил порог земной жизни и вошел в вечность не погрешив не против своей архиерейской присяги не против своего призвания хранителя канонического православия на Украине блаженнейший очень часто говорю встречаясь с разными течениями что нужно поверить нужно довериться вот не нужно видеть в другом человеке врага возможно он не так думает возможно он не так мыслит может у него другое видение развития нашей страны но он не враг своему отечеству нужно просто поверить довериться вот слова были всегда проникнуты евангельской истины блаженнейшего вот с кем бы он ни говорил он прежде всего хотел донести человеку вот то о чем говорит Христос он никогда не воевал если можно сказать таким словом он всегда говорил что нужно побеждать любовью и вот эта любовь это единственная святая сила которая может объединить он пользовался безусловным и абсолютным авторитетом в Украине не только в своей церкви но и за ее пределами к нему с уважением относились даже его враги и люди которые не разделяли его убеждения и время его предстоятельства вошло в историю Украинской Православной Церкви как золотой век как время церковного возрождения и если в истории всей Русской Православной Церкви эпоха церковного возрождения связана с именем святейшего патриарха Алексия Второго то для Украинской Православной Церкви такой знаковой фигурой с которой всегда в памяти людей будет отождествляться это церковное возрождение является блаженнейший митрополит Владимир он жил как сын церкви не как господин церкви а как сын церкви подчиняясь церковным правилам канонам и люди видя это его жизнь многие люди этим были убеждены в том что он занимает правильную позицию что его путь верный путь путь который ведет человека к Христу а не к какой-нибудь иной цели 60 лет назад ученик одесской духовной семинарии Виктор Сабадан будущий блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Владимир написал в своем сочинении по собственной воле я выбрал этот путь и никогда с него не сойду лучше вообще не принимать духовный сан а с ним и обязанности пастерства чем потом как сказано в святом писании оглядываться назад и быть недостойным царства Божьего если Бог благословит по окончании духовной семинарии вопреки трудностям послужу на благо святой церкви пойду стопами Христа потому что тяжкие подвиги благочестия облегчаются благодатью Божьей которую Бог посылает искренне преданным Ему субтитры подогнал «Симон» Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok